здравствуйте друзья мы движемся в сторону океана сегодня день такой пасмурные с дождичком немножко вы видите я тут пытаюсь на двухполосном хайвей чеки значит перестроиться под дождем дождь ладно но просто тут когда машин сзади много и когда еще вверх мы немножко идем то сложнее скажи вот так в двух словах буквально вот может быть так не вне углубляйся понимаешь это углубляться там сложно но вот допустим люди говорят ну ладно вот михаил он его там в америке реализовался видеть школы там это все понятно но вот ты с одной стороны ты как бы у тебя была нормальная карьера правда ты работала в микрософте в макофе ты работала в информиксе то есть таких очень но я бы сказал прикольных компаниях я даже помню тут была одна женщина когда мы только начинали это все я радостно вот твоего смотри тестирование какая область там а женщина мрачная вообще было все и она говорит но конечно как без работы ты может и не останешься говорила она но в microsoft тебя не возьмут тогда microsoft было что-то такое как я не знаю что вот и поскольку ее сознание так точно вот и света у нас пожалуйста отработал в микрософте и прекрасно себя чувствовал да значит свету можно сказать прикупили вместе с хатмейлом если кто-то знает что такое хатмейл вот света попала в микрософт потому что купил хатмейл ну расскажи вот как ты сам реализовалась в америке ты кандидат наук подойдет и ты все-таки не ты же не просто там вот ну подожди секунду я сформулирую дело в том что человек чувствует себя самореализованным когда какие-то его желания какие-то мечты реализуются да и у меня по жизни так получалось и я не не всегда могла это объяснить что вот то чего мне очень сильно хотелось она в итоге получалось и я думаю что именно в этом и есть корень самореализованности на персональном уровне потому что ты себя чувствуешь реализованным в тот момент когда у тебя идеи воплощаются в жизнь то есть совершенно когда я писал диссертацию то у меня была целая история с тем как я нашла научного руководителя фантастическое совершенно потом уже когда мы жили в америке ну да я уже работала тестером и вот я помню что я ехала на работу думала ну да я работаю там каких-то известных компаниях но это же не микрософт все-таки вот если бы я попала в микрософт на работу я посчитала что моя карьера тестером уже сделано но тебе не кажется что это странная мечта что абсолютно не кажется странный у человека есть мечта какая она есть у каждого сезона система ценностей и в этой системе ценности для меня было значимо работать в микрософте но в тот же в тот момент еще у нас долине микрософт это не был как такового это был там год 95 и они существовали только в рэдмонде и я понимал что никуда я не поеду и может что на дороге случилось вот и я понимал что туда и не поеду то есть мне хотелось очень конечно да но реальность возможности это осуществить не было я это тоже понимала ну и вдруг ни с того ни сего я прохожу интервью в компании hotmail и прохожу его успешно это был девяносто седьмой год и вдруг узнаю буквально на интервью то что интервью был в компании hotmail они микрософте что их уже купил microsoft и что идет процесс оформления бумага постепенный перевод значит и компании вот на рельсы и инкорпорации и компаниям и даже дыгрируют вот я взяла этот оффер причем я сначала даже не хотела его брать потому что я привыкла быть консультантом то что называется не будучи таким постоянным сотрудникам не нравилось скакать с одной компании на другую более динамичная такая атмосфера как бы не полификация растет а легко устроиться на работу в общем это как бы мне импонировало очень тут фуллтайм работы одни и те же сотрудники с года в год но меня как бы начальство очень хотела меня дали мне большой бонус за то что я к ним иду что тоже было приятно и немоважно вот и я к ним пошла садим бонус за то что согласались вот и я там работал три года и потом я поняла что за эти три года уже концу третьего года что очень этом занимаюсь принципе она совершенно не во-первых не приносит не удовлетворения во первых во вторых она совершенно мне не прибавляет никакого веса на рынке то есть если раньше я прыгал с одного проекта на другой у меня был очень широкий кругозор и я понимала где мое место вот среди других таких же как я здесь я понимал что вот это то чем я занимаюсь он совершенно маркетов рынка на совершенно не нужно и если я пойду искать на рынке я только потеряю то есть свет на самом деле ты от вопроса где работать неминуемо пришла к вопросу чем заниматься безусловно нет но сам факт того что я была в microsoft это да это было важно и кроме того в тот момент 98 год школа набирала очень серьезные обороты и поскольку я с первого дня делала весь ну скажем так учет да примитивный то для меня это было очень сложно мы заберем деньги задним числом и это была очень большая дополнительно фактически вторая работа и и мишина мама заболела в общем сложились обстоятельства таким образом что я приняла решение что я хочу уйти из microsoft вообще сразу с такой работой но уйти до из microsoft и я на год взяла как бы там была возможность поскольку я же проводу три года там на возможность как бы взять типа без сохранения содержания на год то есть ты продолжаешь числиться сотрудником но естественно работу не ходишь а уже когда этот год кончился то я уже ушла окончательно и с тех пор тестированием уже не занимался это был 2000 год и как раз рынок обвалился и уже мы занимались каким-то другими вещами но дальнейшая самореализация получилось как-то спонтанно это было грубо говоря 10 лет назад это было больше чем немножко больше чем 10 лет назад 15 лет назад немножко ну ты вышла в 2001 году но мы в то время в общем-то где-то лелеяли мечту построить новый дом и я ушла с работы я в общем-то очень интенсивно занимался изучением этого вопроса и рисовал там что-то мы построили же да да ну вот даже мы разговариваем реализации тогда то есть построить дом тебе в точке зрения самореализации было важно не было очень важно не этого очень хотелось то есть я настолько видела этот дом зрительная себе представляла до мельчайших поток подробности и когда мы его построили конечно это величайшее чувство удовлетворения когда вот то что ты себе нарисовал картинку какую-то в голове да вдруг эта картинка становится реальностью это совершенно что-то потрясающее но дальше получился интересная история да вот когда цель достигается то этого оказывается мало оказывается нужно что-то еще нужно двигаться дальше нужна следующая цель да не менее значимая может быть даже более значимое было какое-то опустошение таки было опустошение да и переживала но в этот момент у меня внучка появилась и тоже как-то в женщине кстати я хочу сказать что по сравнению с мужчиной женщине гораздо легче самореализоваться поскольку у нее есть еще такая функция как семья да то есть она значительно больше если у нее какие-то дни нереализованность какая-то в профессиональном плане у нее всегда есть такая ниша куда она может спрятаться да и найти себе свою функцию в семье и как-то реализоваться в этом да хотя конечно наверное это не приносит но не всем не приносит может быть стопроцентного удовлетворения но по крайней мере такая ниша есть и это тоже нужно понимать в этом тоже принципиальное отличие женщин от мужчин шума мужчин такой возможности нет андс они бывают такие семьи где можете мужчины как бы берут на себе женскую рубит я все делаю по дому там а ты мол иди реализована работают такие вот такие да но ты как бы не типично очень да редко а вот значит и ну и какое-то время вот мы все думали да а чем интересна постройка нового дома с нуля то есть мы полностью разбомбили старый дом если ничего не осталось ничего не осталось выкопали огромный дрова во всемный этаж построили огромный дом но дальше и и какие-то желания были связаны с тем что вы как бы еще его улучшить и как бы еще лучше а уже улучшать было некуда потому что это было целостное сооружение закончена вещь закончена и уже ничего нельзя было улучшать уже все было продумано все уже было нормально и дальше мне пришла мысль и финансово это было более оправданной и с точки зрения опять же моей самореализации что не нужно построить дом заново это неправильно просто ты вышла на другой уровень понимания что нужно взять старый дом и по тип постик потихонечку чтобы растянуть удовольствие этот дом приводить в нечто причем старый дом такой который готов под подсолнце идти до чем куда лучше чтобы можно было больше менять и купить дешевле и купить дешевле и потихонечку потихонечку доводить его до какого-то совершенства ну и опять же желание исполняется ровно в том мире который мы их себе оставим как только мы сформулировали желание появляется проект такой вот и двенадцатом году подвернулся вот такой дом который у нас за фиксер аппорт то есть это вообще добраться на строители берут такие строители берут такие дома да ну там это было просто дом действительно снести там не было ни отопления там невозможно жить ну и вот этот дом это то собственно чем мы сейчас занимаемся уже мы сейчас делаем третий этап фактические перестройки первый был связан просто с тем чтобы косметический ремонт сделать внутри там изначально бы электрику меняли поменяли полностью что там еще мы принципе трубы я скажу так мы сделали все но мы не выходили за пределы стенок дома да то есть мы и старый потому что дом был построен сорок девятом году естественное и требование все это устарело и все было старая ржавая и вообще не существовало там не было просто централизованного отопления никакого на весь дом не кондиционера естественно ничего этого не было вот и первый этап был когда мы поменяли все внутри существующего дома мы сделаны натяжные потолки потому что там потолки были низкие это придало еще немножко больше такой как сказать обман зрения да немножко увеличило пространство вот мы поменяли естественно всю сантехнику, поменяли все трубы, поменяли электрику. В общем, сделали косметический ремонт, крутые дома. И кухню перенесли в новое место. Сделали там еще один туалет дополнительный. А год назад, летом, мы сделали второй этап. Мы конвертировали там... У нас такая была веранда, крытая. Она была, конечно, старая и страшная очень. Мы ее сделали в красивой комнате с высокими потолками. Добавили дайнинг, добавили фэмли-рум. А сейчас мы еще добавляем мастер-спальню. И вот на этом мы уже закончим. Останется только немножко привести в порядок Бакьярд, что тоже отдельный проект. И, собственно, будем уже украшать все. Я надеюсь, что... Я не знаю, что будет дальше. Потому что дальше надо... У тебя там дальше еще один проект, да? Ну, посмотрим, посмотрим. Дай, в общем, все. То есть ты на самом деле себя реализовала вот в строительных проектах. Потому что тебе нравится что-то такое дизайнировать. У тебя... Это было совершенно в молодости не очевидно. Потому что я училась как-то в институте. У нас был предмет, который назывался инженерная графика. Есть идут связи. Я его терпеть не могла. И я не мог терпеть. То есть представить себе, что можно линейкой и карандашом что-то такое начертить, это было для меня мукой просто. Потому что это большие чертежи, неудобно, ужасно. В общем, это... Я никогда не работала в проектных организациях, никогда этим не занималась. Но сегодня появился, слава богу, сегодня появился софтвор, который на компьютере рисует прямые углы без особого труда. Вот. И нужное расстояние отмеряет. И фактически... Ну, у тебя же дизайнерский софтвор, ты можешь посмотреть на этот дом... У меня специальный софтвор, да, конечно. Самый лучший причем. Какой? Как называется? Он называется Chief Architect. Это не 3D-архитект. Он 3D, он дает 3D, он дает возможность там финиш разный. Он такой серьезный софтвор. Причем он существует на разных уровнях. Что в этой компании хорошо, что они делают на разный уровень пользования за разную цену, разный софтвор. Что плохо, это очевидно такая политика. Компания. Да. Они делают так, что разные вот эти вот версии по усложнению этого софта совершенно несовместимы друг с другом. Ой, господи. То есть, если ты, например, нарисовал свои планы, самые дешевые версии, а потом купил самую дорогую, тебе нужно заново перерисовывать, ты не можешь охлотнуть эти файлы, которые ты делаешь. Но у тебя сейчас не самая простенькая версия. Я самая дорогая сейчас версия. А, вот так. То есть, ты как профессиональный дизайнер. Ну, у меня на одном компьютере самая дорогая, а на остальных самая дешевая, и в этом проблема. То есть, я файлы не могу переносить, приходится заново перерисовать. Вот. Но что мне нравится делать, да, я вдруг обнаружила у себя какие-то вещи, да, про которые никогда я... В себе, да. А я как сказала? У себя, да. В себе. Обнаружила какие-то вещи, которые я... Может, они существовали, но я никогда не обращала внимания на это. Что вдруг я могу посмотреть на план старого дома, и просто за счет каких-то, ну, не очень серьезных преобразований, да, не очень, скажем, таких и финансово затратных, и чего-то предложить некоторую идею, которая серьезно придаст какое-то новое качество вот этому дому. Я, может быть, Свет прокомментирую, чтобы ребятам понятнее было. Дело в том, что, поскольку у Светы есть уже опыт такой достаточно продолжительный, кроме того, что она строила новое, она еще перестраивала у нас, было много проектов по небольшим переделкам, там, кое-чего. Она, когда видит что-то, и она говорит, вот тут меняем, тут перекручиваем, тут перекрашиваем, там, добавляем, она примерно может сказать, сколько это стоит. Ну, я не могу сказать. Примерно. Ну, я очень грубо, я не контрактор. Да-да, но я не об этом. Просто когда ты говоришь, давай вот такое решение, да, ты уже, у тебя ценовой фактор присутствует. Он присутствует, но он не присутствует в виде цифры. Конечно, да. А, например, он присутствует в виде того, в виде целесообразности, я бы так сказала. Потому что очень многие люди, и, кстати, этим пользуются профессиональные дизайнеры, они совершенно не понимают ничего. То есть, например, если человек перестраивает дом, и у нас есть такие знакомые, они перестраивают дом, и дизайнер, а может быть, это исходило от самого человека, она говорит, вот мне тут немножко тесновато, и дизайнер ей на плане рисует, что они несущую стенку там передвигают на полтора метра. И, с моей точки зрения, это неправильное решение, потому что передвигать несущие стенки, это всегда очень дорого, остаются какие-то балки, остаются какие-то колонны опорные, это все гораздо сложнее в реализации. То есть, я не скажу точно. А как надо? А надо вписаться в то, что есть. Ты можешь стенки открыть, расширив пространство. Да. Но на полметра ты можешь пережить это, понимаешь? То есть, здесь всегда на весах должен присутствовать какой-то здравый смысл. Я понял, передвигать стену на 3 копейки нет смысла. Нет смысла, если ты совсем уже все передвинул и раскрыл, например, да? Ну, поставь опорные колонны, все. Но если ты ставишь все-таки стенку, да, то нет смысла ее двигать на метр. Это вообще... Хорошо, Света, а вот такая история, вот такой вопрос. Вот, значит, я понял, самореализация в такой деятельности, да, либо профессиональной, либо вот строительство, ты себя вот как-то так нашла. А с точки зрения семейной, вот смотри, получается, дети выросли, да? Ну, внуки есть. Ну, внуки у нас сейчас не занимают так много времени, они там где-то живут. С родителями там на каком-то расстоянии, то есть, вот я, допустим, да, для тебя, ты как-то во мне сам реализуешься, потому что некоторые говорят, это, наверное, Света все, вот этого Мишу-то сделала, а ты сам бы там ходил, там ушами хлопал. Ну, это вообще-то правда. Так, да, я не спорю, я не спорю. Это вообще-то правда, но на то она и нужна, женщина рядом с ним. Всех великих мужчин сделали женщины, поэтому сложные скромности. В общем, могу это приписать себе, потому что мы уже женаты 40 лет. Хорошо, ну, то есть, я чувствую, что ты меня считаешь великим, Света. Ну, а почему бы и нет? Почему бы и нет, да, хорошо. Ну, если ты великим. Ну, вот сейчас, например, у тебя есть какая-то самореализация в направлении моего? Ну, видишь ли, как что-то на управлении твоем. Ну, есть задачи какие-то со мной связаны. Ну, задачи есть, тебя поддерживать в том, что ты делаешь, потому что я, на самом деле, сейчас вот увлеклась какими-то там психологическими какими-то вещами, да, в самопознании и так далее. Стало лучше понимать людей вокруг себя. Я считаю, что это все неплохо очень. Это все помогает жизни. Хорошо, то есть, как бы, у тебя задача какая? Чтоб я накормленный был. Света мне с собой дает, это называется, с собойку, да, как это называется, да. Она дает мне с собой еду на весь день. Нет, ну, послушай, зачем так примитивно? Важно поддерживать, поскольку ты совершенно человек, который о себе заботится, не в состоянии, да, то нужно обеспечить вокруг тебя некоторую инфраструктуру и среду. Чтобы тебе было достаточно комфортно. Вот и все. Ну, с собойка, в частности, это элемент, да, чтобы ты, если тебе случись на работе покушать, захочешь, чтобы у тебя с собой было. У меня есть. Это просто элемент. Диетическое. Не надо все сводить к этому. Это совершенно как-то. Ну да, но все-таки ты должна сготовить сама, ты же не покупаешь магазин. Дело в том, что это частность какая-то гораздо более общая задача, поэтому нужно на этом заостряться. Понятно. Ну, хорошо. Ладно, Свет, а вот давай, может быть, там у нас много людей молодых нас смотрят. Я не говорю уже там про подростков, но вот постарше. И ты, если бы сегодня ты могла бы так вот поменять что-то в прошлой жизни, ты бы, например, хотела, чтобы у нас было больше детей? Я понимаю, что у нас разная перспектива. Я, конечно, хотел бы там троих, но все-таки женщину ей надо и родить, и вырастить, поэтому... Видите, как на мою персоналити, я не знаю, мне это было сложно очень, поскольку я все-таки меньше была ориентирована именно на... Может быть, не меньше, но как-то... Ты женщина-работник. Нет, нет, дело в том, вот я вот как скажу. Дело в том, что мы жили, в общем-то, в довольно ограниченной финансовой такой ситуации, да, и у меня не было помощников никаких. То есть если бы я сейчас рассматривала такой вопрос, да, и я имела бы каких-то нянь, да, то почему бы нет, и возможность, где эти дети могут расти и так далее. То есть я за детей. И пространство. И пространство, да, и помощники. Но когда это все на себя сваливается на пол, и никого вокруг нет, чтобы помочь, это очень тяжело, и без работы, да, это все непросто. Я вот с ужасом думаю, ты знаешь, как мы жили, но тогда мы жили, вроде и жили, знаешь, а сейчас думаешь, и какой-то ужас возникает, думаешь, боже, как же мы жили. Ну, молодые были, во-первых, то сил было больше. Вот. Ну, чего же. Мы творчески довольно-таки жили, нормально жили. Ну, хорошо все-таки, знаешь, уже поколение целое выросло, которое понять не может, как мы жили. Да. Это так здорово вообще. Ну, понимаешь как, мы все время к чему-то стремились, и как-то себя вот действительно реализовывали. Я думаю, что это то, что наполняло нашу жизнь очень хорошим содержанием, потому что если человек совсем ни к чему не стремится, то это как-то ему скучно жить, наверное. Хотя, наверное, есть такие люди, которые все устраивают. Абсолютно. Наоборот. И они не понимают, как-то вот на работу ходить там и так далее. Я с одним никарагуанцем как-то познакомился. Ходил, тут сразу по приезду. Ходил на курсы английского языка. И там какой-то никарагуанец был из богатой семьи. Их там революция оттуда выше была. И видно, они еще и деньги потеряли, потому что он ходил вот на эти бесплатные курсы. И преподаватель, такая она американская такая либералка из тружеников. Значит, вот они как-то не могли друг друга понять, потому что вот он говорит, что мы были богаты, мы не работали. Она говорит, ты как же жить не работая? Она говорит, интерес же какой. Он ей говорит, ой, что ты, говорит он ей, ты даже не представляешь, говорит, как много интересного в жизни человека, который не работает. Нет, тут надо не путать два понятия. Это вопрос, кстати, очень интересный. Да, да. Говори, говори. Вопрос сложный и интересный. Дело в том, что работать, по словам работа, мы понимаем выполнение каких-то услуг, за которые платят деньги. И когда у тебя есть необходимость в этих деньгах, то не всегда эти услуги тебе приятны. Я согласен, да. Другое дело, что когда человек не зависит от этой материальной составляющей, а делает что-то в охотку, ему это нравится, даже если он не получает за это компенсат. Очень многие люди получают огромное удовольствие от того, что они уже вышли на пенсию. И здесь в Америке это очень часто встречается. Они уже вышли на пенсию, они ходят волонтерами в госпиталь и помогают припарковаться, разговаривают с родственниками, что-то помогают, они самореализуются через это, они заняты везде. Детей. Они работают. Детей через дорогу переводят школьников. Да. Но это самое. Поэтому это очень разные вещи. Работать и зарабатывать. Да. То есть человек может быть занят весь день, но над ним нет вот этого домоглого мяча, который называется зарплата. И он может себе позволить делать что-то более творческое, более интересное. Я согласен. Я согласен. Ну что же, Свет, спасибо тебе. Света вообще не очень любит рассказывать о себе. Она такая более закрытая, чем я, например. Нет, почему я могу рассказывать о себе? Может, да? На тебя надо просить и так как-то убеждать. Но я просто к чему говорю, что как-то вопросы возникают, вот и у нас на канале спрашивают, но у нас на канале ребята тебя иногда видят, когда ты про стройку рассказываешь или там мы с тобой о семейных ценностях как-то беседовали и так далее. То есть у них была возможность. А сейчас много ребят, которые с канала Натальи. Квик. Ребят? Ну, ребят, в смысле, зрителей наших. Зрители. Ну там, я думаю, что больше девочки, наверное, но не важно. И они говорят, а вот Светлана. Ну, наверное, женщины, да, потому что они говорят, а как же Светлана, а как же она вот реализовалась? Вот. И в значительной степени мы просто как бы отвечаем на их вопрос. И я думаю, что, знаешь, что-то есть трогательное в этом интересе, потому что люди смотрят. И я вот сейчас наткнулся на то, что семья, знаешь, вот муж и жена. Муж смотрит мой канал, а жена смотрит Наташу. Знаешь? Вот. И они там обмениваются или как-то обсуждают. И когда мы оказались вместе на одном канале, значит, у Наташи на одном и у нас на одном. И даже, я говорю, вау! Знаешь, вот, то есть были люди, которые просто... Откровения. Ну, дело в том, что интернет дает, конечно, колоссальные возможности найти себе какой-то интерес, да, именно то, что тебе интересно. Да. Вот у нас уже, например, прошло то время, когда мы вместе смотрели телевизор. Просто вспомните старые добрые времена, когда шел какой-то фильм, вся семья собиралась. Теперь у каждого свой компьютер. И каждый смотрит то, что ему больше нравится. И интерес, безусловно, и интернет, безусловно, дает возможности каждому найти то, что именно ему близко. Конечно, это теткинские каналы, это страшно интересно. Мне, например, это больше интересно, чем теткинские экраны, конечно. Правда. Ты знаешь, я, вот что меня потрясло, я всегда, как-то у меня религия такая, как бы я так условно в кавычках, вот чтобы было полезно, знаешь, и чтобы было разумно, целесообразно. Полезность и целесообразность, это как бы вот два кроегольных камня моего понимания жизни. Нет, подожди секунду, но полезность и целесообразность могут быть абсолютно в разных сферах, да? Конечно. То есть это может быть связано и с модой, правда, полезно и целесообразно, или как обставить свой дом, тебе же это не интересно рассказывать про это, правда? Ты говоришь о полезности и целесообразности с точки зрения устройства на работе, эмиграции и так далее. Нет, 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 ты не понимаешь, я как полезность и целесообразность с точки зрения, вот угол, под которым ты смотришь на какие-то вещи. Ты можешь смотреть на одну и ту же вещь, там, например, эмоционально, поиск работы эмоционально, а я поиск работы все рационально. Вот в этом. И у Натальи, послушай, послушай, я вот смотрю, там колоссальное количество людей, которым совершенно наплевать на то, что мне казалось бы важным, а они просто эмоционально это воспринимают, знаешь, и я думаю, боже, я потерял какой-то пласт в жизни, знаешь? Ну, послушай меня, ты мужчина, совершенно, конечно, ты не можешь, женщина и мужчина страшно разные люди, вот как ни странно. Да. У женщин совершенно другой взгляд на мир. Да. И, конечно, нам, теткам, нам хочется своего чего-то такого. И рациональность нужна, и практичность нужна, но совершенно... И поплакать хочется. И поплакать хочется, и с кем-то поделиться, какие все мужики сволочи и так далее. Сразу все прямо? Ну, нет. Я, кстати, какое-то время назад, мне нужно что-то я там искала на интернете. Да. И я, это было много лет назад, лет десять назад, наверное, нашла какой-то форум, где тетки, женский форум. Женский. Делились про мужиков. Делились про своих мужиков. Это было так смешно. Это было так смешно, потому что это было до боли узнаваемо. Правда. То есть они там писали, говорит, вот Омой, такая сволочь, говорит, он приходит с работы, снимает свои носки и запихивает их между подушками дивана. Я хожу по дому и думаю, боже, где же это пахнет? Но найти не могу. А мне... Я помню, ты мне показал этот форум, и я прочитал историю, которая мне очень понравилась. Там женщина говорит, Омой, говорит, такой странный, вот, говорит, на улице возьмет и мочится в сугроб. И я ему говорю, что ж ты в сугроб-то, дошел бы до туалета там или что-то. Он говорит, говорю, люблю чувствовать себя лазером. Говорит. Нет, ну на самом деле, вот это мочится в сугроб, это чисто идет от животного. На самом деле, если вы вспомните, что собаки и животные, они метят территорию, то есть... А это мы просто помечаем? О, да. По том, чем уритролит. Слушай, а я тебе хочу сказать, есть люди, которые с балкона, вот я знаю мужчину, ты его знаешь, он с балкона любил. Да, да, да. Но дело в том, что есть такой тип людей, которые как вожди, ну условно называемых вожди. И для них очень важно пометить, они делают это неосознанно. У них просто есть желание. Им просто нравится это. Им просто нравится это. Но на самом деле они метят территорию, вот чисто вот на таком уровне. Света, вот скажи, вот еще там спрашивали, вот как Света относится к тому, что вот я, как бы ее фактически собственная мужчина, нахожусь в какой-то женской такой среде и вот там объектом внимания являюсь. У нас тут выяснилось, что у меня даже фанат какие-то сейчас в последнее время появились там на Ютюбе. Так, в школе вроде нет, но так как-то вот, тебя это как-то веселит или огорчает, или напрягает. Ну, в той мере, в которой не переходятся какие-то разумные границы, это все нормально. Спасибо, Света. Спасибо. Но если бы переходили с границы, то тут уже бы... Ну, это же все в виртуальный мир. Виртуально, пожалуйста, сколько угодно. Хотя мы знаем, что есть переходы из виртуального мира в реальный. Это все обычно происходит на сайте Одноклассники. Да. И мы знаем, что уже виртуальный мир меняет жизни многих лет. Да. Я на сайт Одноклассники, Света, практически не хожу. Хотя мы сейчас делаем страничку. Вот у нас Светлана из Харькова, наша удаленная работница, она сейчас делает страничку, там, группу и так далее, чтобы у нас было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова